Здравствуйте, товарищи! Времени у нас уже немного, еще осталось три занятия, поэтому мы должны осветить те вопросы, которые будут вставать у нас на экзаменах и по которым каждый должен готовиться. Ну, прежде всего о том, что, как мы уже говорили, философия, наиболее соответствующая современному этапу общественного развития, это материализм, и он наиболее близок естественным испытателям, и он наиболее близок людям, которые трудятся, они получают благо, так сказать, неизвестно откуда, окольными путями. Вот, и мы должны понимать, что все, что нас окружает, это материя, и она находится в постоянном движении. Мы знаем разные формы движения, от самых низких, скажем, от механической формы движения к физической форме движения, от физической к химической форме движения, от химической к биологической, и, наконец, есть высшая общественная форма движения. Вот человек является представителем высшей общественной формы движения и сущность человека в общественных отношениях. Существует три вида движений, которые надо различать и которые можно расположить в порядке движения от простого к сложному. Первая форма движения – это становление. Становление – это единство бытия и ничто, в котором есть два противоположных момента – возникновение и прихождение. Все находится в становлении, во всем есть момент возникновения и момент прихождения. И особенно уместно использовать эту категорию, когда мы рассматриваем становление каких-нибудь обществ. Например, вот становление рабовладельческого общества. С одной стороны, еще не полностью уничтожено первобытное общинное производство, первобытный коммунизм. А с другой стороны, не вполне еще укрепился рабовладельческий строй. Поэтому этот период перехода из состояния первобытного общинного коммунизма в состояние рабовладения характеризуется как становление рабовладельческого строя. Аналогично как становление феодального строя характеризуется или обозначается или описывается переход от рабовладения к феодализму. Как становление капитализма описывается разложение феодального строя, возникновение капитализма, освобождение от крепостной зависимости основной массы трудящихся крестьян и переход к наемному труду. Причем господствующим классом становится при этом класс капиталистический. И сначала он завоевывает экономическое господство, потом получает господство политическое в ходе уже буржуазных революций. Еще один переход это переход от буржуазного строя к строю коммунистическому, но уже к такому коммунистическому, который является результатом отрицания частно-собственнических формаций и непосредственно отрицанием капиталистической общественно-экономической формации. Вот переходный период, то есть период перехода от капитализма к коммунизму в экономике, то есть период строительства социалистического общества занял в Советском Союзе порядка 18 лет, и социализм был построен в середине 30-х годов. Без этой категории, без категории становления, мы вот это возникновение нового общественного строя или разрушение того общественного строя, который существовал в качестве самого крупного и, можно сказать, печального примера, можно взять разрушение или уничтожение Советского Союза, оно тоже описывается категорией становления. Но восстановление есть не только возникновение, но и прихождение, поэтому прихождение Советского Союза тоже требуется изучать, и надо понимать, что это не развал государства, поскольку это прихождение, начиная с 1961 года, когда партия отказалась от главного марксизма, от диктатуры пролетариата, до 1991 года, когда, можно сказать, что взвердилось наличное бытие капитализма, весь этот период можно характеризовать как период становления снова капитализма в России. И этот же период показал, что всякого рода рассуждения, далекие от философии, какие были, скажем, в первых секторях СК КПСС Хрущева, о том, что социализм установился полностью и окончательно, показывает, что не надо спешить с такими выводами об окончательном установлении какого-либо строя, поскольку от контрреволюции, от реставрации никто и никогда не застрахован. Второй категории, которая характеризует движение того, что не находится сейчас непосредственно в становлении, а находится в положении наличного бытия. Ну, скажем, вот сейчас у нас бытие капитализма. Означает ли это, что капитализм не находится в постоянном движении? Нет, не означает. А как охарактеризовать это движение? Это движение охарактеризуется с помощью категории изменений. Что такое изменение? Изменение – это одновременно и равенство с собой, изменение того, что изменяется, неравенство самому себе, и равенство с собой, потому что то, что изменяется, оно остается тем же самым, изменяется. Поэтому мы можем говорить о развитии капитализма, о развитии коммунизма, о развитии феодализма, о развитии рабовладения, об изменении. И при этом все эти изменения характеризуются одной и той же категории изменения. А изменение представляет собой единство равенства с собой и неравенство с собой. Равенство с собой обозначается через категорию в себе бытия, а неравенство с собой через бытие для иного. Когда люди выступают и говорят, что мы хотим изменения, мы хотим перемен, и не указывают в каком направлении они хотят эти изменения сделать, совершить или каких именно изменений они желают, они могут получить какие? Реакционные изменения, изменения регрессивные, то есть такие, которые приводят к ухудшению положения или к значительному ухудшению положения, или к катастрофическому, разрушительному изменению. Всякое разрушение есть тоже изменение. Вот почему те две категории, характеризующие движение, о которых я говорил, это категория становления и изменения, недостаточны. А той категорией, которая является более высокой, более содержательной, является категория развития. Что такое развитие? Развитие есть не просто изменение, а движение низшего к высшему от простого к сложному. И вот это движение низшего к высшему от простого к сложному характеризует вообще материю в целом. И характеризует движение различных форм материи. В то же время, если мы более глубоко будем описывать это движение, то мы должны в этом движении увидеть противоречие. А противоречие это есть единство и борьба противоположностей. Раз это единство и борьба противоположностей, значит в этом развитии действуют прямо противоположные тенденции. И развитие надо брать как борьбу прямо противоположных тенденций. При этом та тенденция, которая совпадает с направлением развития, называется тенденцией прогрессивной или просто прогресс. А та тенденция, которая совпадает с направлением противоположным, то есть противоположным развитию, называется регрессом. И во всяком развитии можно различить и одновременно и прогресс, и регресс. И движение вперед, и движение вспять в том или ином отношении. Соответственно, этому существуют и те силы, которые поддерживают прогресс. Этот прогресс обычно в классовом обществе связан с передовым классом, прогрессивным классом. И регресс или реакция. Этот вот регресс и реакция связаны с классом реакционным. При этом движение вперед, развитие, может совершаться прежде всего эволюционным путем. То есть что такое эволюционный путь развития? Это постепенное развитие, постепенное изменение, постепенное накопление положительного, которое приводит к дальнейшим изменениям и так далее. Но бывает, что на известной стадии происходит скачок. А что такое скачок? Скачок – это перерыв постепенности. Вот перерыв постепенности – это и есть прямое определение скачка. Но означает ли, что произошедший скачок обязательно представляет собой революцию? Нет, не означает. Потому что, например, переход капитализма от капитализма свободной конкуренции, то есть от низшей стадии развития капитализма к высшей стадии – к империалистическому капитализму или к монополистическому капитализму. К империализму является, конечно, скачком, но это вовсе не является революцией. Или переход низшей фазы или низшей стадии коммунизма, социализма, полный коммунизм, Революция тоже является скачком, но вовсе не является революцией, потому что это не соответствует понятию революции. А что такое революция по своему понятию? По своему понятию революция представляет собой не просто качественный скачок в общественных отношениях, но и обязательно переворот. Переворот, если это касается политической революции, то переворот политической надстройки. На место класса отживающего, реакционного, становится класс подавляемый, угнетенный, передовой. И наоборот. Тот класс, который был угнетательским, реакционным, он теперь становится классом подавляемым. Поэтому происходит настоящий переворот, но переворот сначала в политической надстройке, а потом и в байсе, если, скажем, речь идет о социалистической революции. А если речь идет о буржуазной революции, то чаще бывает наоборот. Сначала происходит изменение в экономическом базисе, уже строй практически становится экономическим. Скажем, капитализм в России уже вызрел в 19 веке, и в начале 20 века появились уже элементы империализма, монополистического капитализма. А революция буржуазная произошла только в 1917 году, в феврале. И то надо сказать, что при совершении этой революции буржуазный класс России проявил непоследовательность. Он землю крестьянам не передал, и то есть не осуществил буржуазную революцию в деревне. И буржуазная революция в деревне, то есть переход к буржуазным отношениям в деревне осуществили большевики, которые приняли декрет о земле. И согласно этому декрету христиане получили землю по едокам. У кого больше едоков, тот больше и получают. И это привело к развитию капитализма в деревне, к расслоению набедняков и кулаков. Ну, а в конечном итоге к тому, что уничтожить эксплуататорский класс в деревне можно было только путем кооперации. И вот эта кооперация, которая проходила в конце 20-х, в начале 30-х годов в Советском Союзе, она привела к тому, что и в деревне восторжествовала общественная собственность в кооперативной форме. И вот эта общественная собственность, подчинение всего производства общественным интересам и означала уже, что имеет место полное обобществление и в городе, и в деревне. И это позволило сказать, что в середине 30-х годов в Советском Союзе был построен социализм и началось строительство высшей фазы коммунизма, то есть полного коммунизма. Для того, чтобы правильно описывать общественное явление, нужно различать социальное бытие и социальное сознание. Что такое социальное бытие? Социальное бытие – это прежде всего общественное производство. Когда мы говорим о социальном бытии, не о бытии отдельного человека, не о том, в каких материальных условиях он живет конкретно, значит, какое у него жилище, сколько он, какой пищи потребляет, чем он пользуется. А когда мы говорим об общественном бытии, мы имеем дело с общественным производством в целом. Общественных производств на самом деле их не так много. Общественное производство, может быть, или первобытно. Здравствуйте. Здравствуйте, заходите. Мы уже начали записывать. Общественное производство и как общественное бытие. Что такое общественное производство? Люди, которые об этом говорят, чаще всего точного определения общественного производства не знают. Это вы можете легко проверить, если вы возьмете и спросите у своих коллег, у товарищей, у прохожих на улице. Но лучше у прохожих не спрашивать, они это будут воспринимать как то, что на них совершается нападение. Вот, поэтому, что такое общественное производство? Определение довольно сложное производство. Есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Ну, а поскольку сейчас принято говорить короче, так сказать, что такое короче? Присвоение предметов природы. А что такое присвоение? Как вы думаете, что такое присвоение? Когда кто-то забирает чужое. Когда кто-то забирает чужое и выбрасывает в окно, так? Это будет присвоение. Нет, оставлять себе. Оставлять себе. А вот оставлять себе для того, чтобы этим воспользоваться, или просто оставить себе и никак не воспользоваться? Ну, вот на самом деле под присвоением понимается не просто вот оставить себе. Более точное понимание присвоения – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Если я у вас беру телефон, начинаю по нему звонить, а потом забываю, что я у вас его взял, а так все по нему звоню, звоню, и ушел, и звоню. А вы так, вам неудобно сказать, Михаил Васильевич, вы, может, когда-нибудь закончите звонить, и давайте я все-таки вернусь. Я говорю, что? А, не слышу, и так пошел. То есть, это что такое? Это присвоение. Мы не путаем присвоение и усвоение. Когда вы пошли в магазин и приобрели там булку, то это присвоение. А если вы ее уже потребляете, это уже будет усвоение, когда она попала к вам в рот и в желудок потом. Так вот, присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Землю можно так присваивать. Вот была просто девственная земля, а потом вот пришли люди, стали распахивать, стали там сажать, получать урожай. Это и есть присвоение. И вообще всякое производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Как вы можете присвоить? Если общество не признает вот это ваше действие, когда вы что-то взяли и стали использовать, и начинает этому мешать, то значит вы не присвоили. То есть присвоить без участия общества нельзя. Если общество признает вот это ваше действие по превращению в процесс своей жизнедеятельности, в чем это выражается? В отношениях, то есть никто вам не мешает, не противодействует, то тем самым вот и совершается таким образом присвоение. Потому что самое ядро вот этого определения, что в рамках определенной формы общества и посредством нет. То есть нельзя присвоить иначе, как посредством производственных отношений. Вот эти производственные отношения, поэтому и есть отношения присвоения. Очень часто в работах, в книгах говорят отдельно об отношениях собственности и об отношениях производственных. На самом деле производственные отношения – это главное отношение собственности, а к ним еще прибавляется и юридическое отношение. То есть кроме того, что это имеет место на практике, после этого происходит еще и запись. И запись в соответствующих бумагах, за которыми стоит сила государства. И очень часто бывает неправильная запись. Если, скажем, присвоение происходит за счет собственного труда, либо за счет того, что вы отдаете какие-то товары или деньги, и за это получаете другой товар. Так получается присвоение. А сейчас в юридическом законе записано, что ваша собственность возникает с момента регистрации. Но что такое регистрация? Это констатация факта. Вот, скажем, вы оформляете долевое строительство, или сейчас оформляется долевое строительство, вы знаете, что там происходит. Сплошь и рядом люди оказываются без денег и без жилья. Почему? Потому что, значит, записано, что собственность возникает с момента регистрации, а я с вас вот взял по 5 миллионов и занимаюсь долевым строительством. Кто реально присваивает эти деньги? Вот тот, кто строит. Вот я и присвоил. То есть это не ваша, не ваша, не ваша. Какое оно по факту? Мое. А если оно по факту мое, так что такое регистрация? Это констатация факта. Давайте зарегистрируем, что это мое. А у вас нет этого? Давайте зарегистрируем, что этого нет. Регистрация – это констатация. Совсем не так уж и давно проектно-инвентаризационное бюро регистрировали, констатировали. Вот вы купили у меня что-то, какое-то строение или какую-то часть там участка. Вставился штамп соответствующий. После того, как сделка совершена у нотариуса, вставился штамп и констатация факта. Такой глупости, что сначала с регистрации возникает собственность, не говорил. Потому что собственность не может возникнуть из факта регистрации. Из факта регистрации – из факта констатации того, что уже есть. Ну вот как вы себе представите возникновение частной собственности в Америке, в североамериканских Соединенных Штатах. Туда приехали переселенцы из Европы. Сначала уничтожили, в основном уничтожили местное население, оставили очень малое количество, чтобы показывать, какие там жили раньше индейцы. Больше никакой роли эти индейцы фактически не выполняют, там их осталось совсем немного. И после этого, вот я огораживаю себе участок, если вы зайдете на мой участок, вот я ходил с кольтом и сразу решал вопрос о том, это мой участок или не мой. Вот если вы зашли за эту линию, значит вы потеряете свою жизнь. И наоборот, если я на ваш участок зашел, то я потеряю свою жизнь. Они как вот американцы ходили с этими, с кольтами, так они и ходят до сих пор, только сейчас уже этот прогресс пошел дальше. Как мы знаем, недалеко в прошлом году один гражданин вооружился целым арсеналом автоматов, пулеметов, винтовок полуавтоматических, автоматических и стрелял там по фестивалю и убил 170 человек в раз. Вот, это, так сказать, уже извращенная картина того, что было в свое время распространено и на чем, собственно говоря, держалось это присвоение. Потому что присвоение общественным характером обеспечивается, и не тем, что вы напишите, что это моё. А вот если я сейчас у вас эту сумочку возьму, и все ваши коллеги, несмотря на то, что они ваши коллеги, напишут, что это моя сумочка, а вы одна будете говорить, что это ваше, он скажет, ну как вам, ну как вам, это ясно, что не ваше. А если здесь вообще было 30 человек, то вообще даже вам бы выходить с этим, было бы странно. То есть такая иллюзия существует, что собственность как бы является отношением человека к вещи. А определение собственности на самом деле другое. Собственность, я могу вам дать это определение, это отношение к субъекту, к объективным условиям производства, как к своим. А что значит как к своим? Можно относиться как к своим без других людей. В этих словах, как к своим, которые стоят в конце. Вы же не можете, я вот сейчас возьму эту вот, вашу сумочку, а вы можете, если бы это была собачка, вы бы её посвистели и позвали бы, ручка, она бы к вам прибежала. А если я вот сейчас возьму эту сумочку, вы её позовёте, она к вам не прибежит. Почему она к вам не прибежит? Потому что ваше присвоение осуществляется общественным путём. То есть как бы вот все остальные признают, что это ваша собственность. И это проблема бывает. Вот у тех, кто, например, получает квартиры, дольщики, вот те, кто у них забрали деньги, даже построили. Вот я, представьте себе, что я владелец фирмы, которая построила дом. А вы все сдали по 5 миллионов. А у меня просят со стороны 8 миллионов за квартиру готовую дать. Вот прямо сейчас принесут, вот пришли ко мне, 100 гемикарманов, говорят, вот вам 8 миллионов, дайте квартиру. А вы сдали 5, я строил. Так 8 это больше, чем 5? Больше, чем 5. Я беру и вашу, я же сейчас распределяю квартиры, распоряжаюсь. Кто распоряжается? То есть дольщики совершенно беззащитны перед этими самыми застройщиками, потому что считается, что они не собственники. То есть деньги отдали и не собственники. Вот если вы в булочной отдали деньги, то вы там и собственники, сразу булки становитесь. Вам же не надо батон нести в ГБР, в государственное бюро регистрации. Не носите, дед, прежде чем откусите, вот и пирожок, и стакан чая не надо регистрировать. А дома почему-то получается так, что если вот не зарегистрированы, говорят, вы как бы никто. А то, что вы деньги знали, это как бы ничто. И вот я с полным сознанием того, что вы будете со мной судиться, я забираю у этого самого деньги 8 миллионов у этого гражданина. А вам, говорю, что в этой квартире нету, она занята. Что вы будете делать? Ну или вы будете плакать, или вы будете со мной судиться. И отсудите, что? 5 миллионов. А я 8 получил. 3 миллиона, у меня остается бизнес. Потом то же самое с вами. И с вами. И мы наблюдаем это один за другим. Вот наиболее яркий пример, который я вот каждодневно, можно сказать, наблюдаю. Это на Светлановской площади стоит большое-большое высокое здание, на котором было написано, что в нем строительство заканчивается в 2010 году. Сейчас 2018 год. И оно так и стоит. Уже вроде никакого движения там уже нет. Вроде с виду там все закончено. Но поскольку это закончено на 8 лет позже, наверное, у них нет никаких договоров ни на подключение к инженерным сетям, а может там уже и возможности нет. Потому что рядом в соседнем дворе построены такие же тоже два. В одном дворе два огромных чемоданных зданий. Причем в одном дворе. Там, где люди с колясочкой находились. А уж это третье, ну не может быть нагрузки бесконечной на инженерные сети. Там электрические возможности, что можно подключать. Без этого нельзя сдать. Нет никаких договоров, нет никаких договоренностей. И, наверное, те люди, которые строили эти деньги, давно уже и стратили. Им заплатить, скажем, за подключение. Не то, чтобы нельзя. Дальше я уже не знаю. Может их уже этих хозяев и нету. Может быть они уже в других странах. Как, например, было с Полонским. Ведь в Полонске со своим компаньоном собрали 6 миллиардов рублей москвичей на эти здания. А потом уехали в Камбоджи. А потом в этой Камбоджи, в Полонске хотел договориться, чтобы он там был гражданином Камбоджи, с него запросили долларов. А он решил им не давать, стал с ними скандалить. Тогда они его посадили в тюрьму. В итоге он оттуда вышел и как-то, как с гуся вода, выступает. Я видел его неоднократно на экранах в сети, где он дает разные советы. Хотя он, можно сказать, уворовал у граждан, у жителей порядка 7 миллиардов рублей. Вот это присвоение. Так вот, главными в отношении к собственности являются экономические отношения. А все остальное уже этим определяется. И вот так, поэтому близко и связаны и понятия производства, и понятия собственности. Что в производстве есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. А это производство. А если вы возьмете собственность, то собственность отношения субъекта к объективным условиям производства как к своим. Вы к своим можете относиться только общественным образом, а личным образом вы не можете относиться. То есть обязательно это осуществляется через ваши отношения к другим людям. А есть еще понятие труда. Более абстрактное, более простое. Труд это просто процесс изготовления материальных благ. Здесь мы молчим про эти общественные отношения. Как он происходит, при каких общественных отношениях, в какой форме. Хотя вы понимаете разницу, что есть труд при рабовладении, труд раба, труд крепостного, труд рабочего при капитализме и труд рабочего при социализме. Это все разные виды труда. Но если мы говорим просто о труде, то перед нами встает Робинзон и Пятница. Которые, так сказать, вот попали на необитаемый остров, они могут трудиться. Здесь никаких особственных отношений нет. К этому производству там нет. А труд есть. Вот не будем это дело путать. Главной посылкой исторического материализма является то, что общественное бытие определяет общественное сознание. Поэтому у нас за все время существования человечества были разные формы сознания. Был первобытный коммунизм, это первобытное общее производство. Все общее, все принадлежит всему племени, всей общине и так далее. Поэтому такое коллективистское сознание было неразвитое. И какая была идеология, тоже неразвитая, естественно. Какая может быть идеология при неразвитости вообще влияния человека на природу? Когда он еще не может ее преобразовать, он либо собирает, либо он ловит зверей, птиц. То есть он всецело зависит от природы, и поэтому отражением этой зависимости существуют и его духовные какие-то проявления. Поэтому это мир суеверий, это мир многобожия, который потом в красивой форме проявляет себя в период рабовладения. Вот период рабовладения, он уже развил это многобожие, это не какие-то абстрактные там, солнце один бог, гром другой бог. Или, так сказать, есть бог дождя, бог ветер и так далее. А тут уже есть конкретные боги, между ними есть определенная иерархия, есть главный бог, есть второстепенные боги, есть взевса. Есть бога-человеки и так далее. Наконец, потом мы видим развитие общественного производства, переход к феодальному производству, и ему свойственно при феодальном производстве то, что в целом устройство общества таково, что есть некий монарх, монарх, который является, по сути дела, главным помещиком и выразительным волей всего помещичьего класса, который обеспечивает защиту с помощью государства феодального помещичьего класса от класса крестьян. Ловит беглых, возвращает их хозяевам. Но, собственно, это уже дело и рабовладельческое государство, правда? Но только рабов можно было убить, а вот крепостных крестьян убивать нельзя. Но их можно пороть. И это, так сказать, являлось нормой, правилом. И не таким уже, и не так давно это и было. Помним Некрасова, вчерашний день, в часу шестом, зашел я на Сенную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Поэтому какое бытие, такая и форма государства, и такое и право. Вот сознание общества является выражением его бытия. Поэтому, когда люди начинают обдумывать, а что будет, как будет, выборы проходили накануне выборов, если бы мы этот вопрос с вами обдумывали, и должны были бы что сказать, если бы это сейчас было до выборов. А если хотите, и после выборов, про следующие выборы. Будут выборы в Думу. Если у нас буржуазный строй, то какой у нас класс господствующий? Буржуазные идеи, в экономике, какой класс будет? Буржуазные. Значит, в идеологии, какие идеи господствуют? Буржуазные. Не то, что других нет. Они не запрещены, пожалуйста. Какие хотите идеи высказывайте. Хотите просто завиральные, хотите пролетарские, хотите, так сказать, другие. Это никого, так сказать, особенно не успокоит. Почему? А потому что общественное бытие определяет общественное сознание, и наличие капитализма как такового гарантирует, поскольку все средства информации находятся в руках у господствующего класса, у кого у него? У него все средства рекламы, все газеты, журналы, телевидение, интернет и прочее. И поэтому гарантировано господство буржуазной идеологии. Поэтому, а люди голосуют в соответствии со своей идеологией. Поэтому, если выборы проходят сугубо, очень проходят честно, открыто, прозрачно, то кто должен победить на выборах в буржуазном обществе? Буржуазные. Ну, буржуазные побеждают всегда и без исключения. Я хочу это подчеркнуть, потому что каждый раз, когда люди готовятся к очередным выборам, они начинают думать, кто победит, кто победит, кто победит. Ну, разве было за всю человеческую историю когда-нибудь, чтобы на выборах победил кто-либо, кроме господствующего класса? Это не значит, что представители противоположного класса не могут на каких-то парламентских выборах тоже пройти в парламент. Но их будет меньшинство. Вот и все. И поэтому выборы являются идеальной такой формой, соответствующей буржуазному строю, даже более предпочтительной, чем фашизм. Почему Англия и Великобритания боролись вместе с Советским Союзом против фашизма? Потому что оказалось, что это для господства буржуазии не очень хороший строй. Придет какой-нибудь бесноватый фюрер, и, так сказать, он может все испортить дело, и вместо получения прибылей получится полное разорение. Ну, что получил от этого немецкий народ? Немецкий народ, мы уже даже не будем говорить, с какой он горе принес другим людям. Мы же тоже понимаем, что сюда ведь не капиталисты пришли, не буржуазия, не круп стрелял из пушек, и не мессершминт летал у нас в самолетах. А сюда пришли рабочие, одурманенные этой самой буржуазной идеологии фашистской. Ну и что было, выиграла от этого немецкая буржуазия? Она поиграла, она платила репарации, разрушения произошли и на немецкой земле. И поэтому выводы, которые сделала буржуазия из этого, что вообще фашизм – это не самая лучшая форма обеспечения диктатуры буржуазии. Гораздо лучшей формой является буржуазная демократия. Вот вы должны, как Маркс писал, один раз в пять лет решить, кто из представителей господствующего класса будет представлять и подавлять вас в парламенте. Это хорошо, потому что сами выберете. А раз вы сами выбрали, теперь что же вы будете говорить, что я не то делаю, да не так. Вы же сами меня выбрали. Ну, так терпите. Поэтому это самое хорошее дело, чтобы выборы были как можно более широкими, как можно больше в них приняло участие. Но, как вы понимаете, они никакие принципиальные вопросы не решают. Более того, как показывает история развития человечества, никогда голосованием никакие вопросы истории не лишались. А даже наоборот, запутывались. Приведу два примера. Вот в 1991 году проходил так называемый референдум по СССР. Скажите, пожалуйста, вы помните, какой там был вопрос? Слышали? Да. Ну, какой там был вопрос? За что проголосовало большинство? Они голосовали за сохранение союза, но суверенных государств. Так если суверенных, это каких? Это сохранение? Это несохранение всех. То есть думали, что голосовали за сохранение, а по результату голосовали за разрушение. А когда разрушение Советского Союза произошло? В 1991 году или еще раньше? В июле. Чего? В 1991. Нет. Честно? Нет. В 1990 году. Вот какой праздник отмечается у нас 12 июня? Скажите, пожалуйста. Чего празднуем? День народного единства. Нет, это не день народного единства. День независимости. День независимости от кого? Кто что празднует? От кого независимость-то? Что произошло 12 июня 1990 года? 12 июня 1990 года съезд народных депутатов России принял декларацию независимости, который записал, что на территории России союзные законы не действуют. Верховенство российских законов над законами Советского Союза. Это что означает? Это означает, что на большей части территории Советского Союза не действуют законы Советского Союза. Или действуют тогда, когда они совпадают с российскими. А если российские выше, то значит можно вообще арестовать все союзное руководство, что, собственно, и было сделано в той или иной мере, в нужный момент. То есть уже в 1990 году, 12 июня, было осуществлено разрушение Советского Союза. Тем более, что наши братья-славяне, а именно украинцы в июле 1990 года и белорусы в июле 1990 года тоже приняли решение, что на территории Украины и Белоруссии верховенство законов Украины и Белоруссии. Ну вот эта вот, так сказать, часть Советского Союза, которая цементировала Советский Союз, объявила, что законы Советского Союза не действуют на этой территории, а верховенство там других законов. И что делать с остальным? Ну, понятное дело, что в такой форме уже существовать он не может. И поэтому то, что произошло в 1991 году, это, так сказать, как бы уже лакировка всего, завершение этого процесса. Это раз. Второе. Насколько сильное является вот это влияние уже формы производства на надстройку, можно судить еще по одному такому крупному факту. Вот это так называемое всенародное голосование по вопросу о Конституции. Скажите, пожалуйста, какой-нибудь проект Конституции ставился на голосование? 12 декабря 1993 года. Ни один проект не ставился. Это раз ни один проект не ставился, значит, ни за один и не голосовали. А раз ни один не голосовали, то это голосование было проверкой того, поддерживаете ли вы действующую Конституцию. Вот я сейчас вас спрошу, вы Конституцию принимаете, которая сейчас есть? Если вы не принимаете, то вообще-то надо вызвать тогда полицию и с вами разбираться. Если вы пошли против основного закона, я думаю, мы с вами даже не должны сидеть с таким человеком. Согласитесь. Или вы принимаете основной закон, вы как-то определитесь, надо мне звонить, вызывать, или как-то вы будете вести себя. Особенно, но надо вспомнить, что это было после стрельбы по парламенту. Сначала танки били по высшему законодательному органу страны, российскому, по Верховному Совету, да? Танки. А какой это был Верховный Совет? Буржуазный? Буржуазный. Он принял все приватизационные законы. Товарищ Казбулатов, как известно, никогда никаким коммунистом не был. И там были люди, которые были против социализма. То есть на какое-то время вот этой шапки демократической Россия лишилась. И это был криковременный период открытой террористической диктатуры наиболее реакционных, наиболее шинистических элементов финансового капитала. А у нас финансового капитала еще не было, потому что это банковские сращенные с промышлением. У нас и сейчас-то банков нет, у нас конторы ростопсические. Потому что банк это не просто учреждение, которое дает в кредит. Кредит давали и в средние века. То есть я вот вам дал деньги в рост, вы должны 10% отдать. Если вы не дадите, что нужно делать с теми, которые не отдаст деньги, если это средние века? Что нужно делать с ними? Отрубать что-то. А? Что-то отрубать. Что-нибудь отрубать. Или в яму их посадить. И вот пусть если родственники, знакомые принесут, то выпустить из этой ямы. Глубокую яму, из которой выбраться не может сам человек. Но если не присут, то забыть его в этой яме. И все. Сейчас так не делают, но вы знаете, что сейчас есть коллекторские агентства, которые чем-то похожим занимаются. Иногда же бросают чуть ли не гранаты там, где младенцы, прямо в коляске. А про вас будет написано, что вы такая и сякая, и везде около окна, и около двери, и так далее. Она не платит, и так далее. И доводит людей до того, девочка выбросилась с 10 этажа. Потому что ей позвонили и сказали, что у вас мы отберем квартиру, и так далее, что вы и у мамы, и у папы, и так далее. И она выбросилась. Чудом как-то она не погибла. Я не знаю, что происходит. Это нельзя объяснить никакими физическими законами. Хотя, как-то мне один товарищ рассказывал, таксист. Я, говорит, недавно из больницы там один артист лежал. Артист в кавычках. Он пятый раз падает с пятого этажа. Правда, под этим балконом, с которого он падает, там, в общем, мягкая земля. И жена уже отчаялась. Это пьяница забыл. И вот она, значит, он падает. Она все надеется, что он может все-таки разобьется и закончится эта беда и проблема. И ведь пятый раз она уже думала, что все в порядке. Вдруг через полчаса кто-то скребется опять в дверь. Он здесь приходит. В больнице полежал опять. Бывают всякие чудеса. А что касается выборов, не бывает чудес. Класс, который является господствующим, он что делает? Осуществляет свою диктатуру. А что такое диктатура? Кто-нибудь может сказать? Что такое диктатура? Когда один человек, группа людей, все решают за большинство. Значит, диктатура у большинства. Причем тут большинство? Миншинство. А нет альтернатив. Утопиться, застрелиться или повеситься. Альтернатив нет. Значит, диктатура, дорогие товарищи, это власть, не ограниченная никакими законами. Поэтому, когда кажется, что она ограниченная, если вы присмотритесь к власти, вы увидите, что она же сама обеспечивает принятие этих законов. Например, как вы думаете, сколько голосов у электората единой и справедливой России? Сколько процентов? Ну, плюс еще ЛДПР. Это вот три партии буржуазных, которые обеспечивают власть буржуазного класса. Сколько, как вы думаете, голосов они вместе собирают? Ну, процентов больше, чем 70, правильно? Почти 80 процентов. Поэтому, ограниченная буржуазия у нас российской законной? Нет, она не ограничена. Поэтому это называется диктатура буржуазного класса. А в какой форме осуществляется диктатура? А диктатура это существо, сущность, а форма всегда красивая. Вот у нас же тоже красивая форма, я у вас буду принимать экзамены. Форма у нас будет красивая, вы будете беседовать, мы с вами будем беседовать, а я потом буду выставлять оценку какую, которую вы хотите, или которую я решил поставить. Ну, хорошо, если бы вы решали. Причем, а я причем буду ссылаться, что это наше... Какой у нас университет? Государственный? А государство-то что? Это же машина насилия. Классно, правильно? То есть не сдали, все, выходи из университета, до свидания. То есть это кажется, что нет насилия. На самом деле оно у нас все время витает в воздухе, дескать. Вот, дескать, мы с вами мило поговорим, так и следователи. Давайте с вами побеседуем, а потом говорит, а вот тут подпишите, что с моих слов записано верно, и подпись. А потом это будет в деле фигурировать. И так вот все спрашивали, спрашивали, а потом оказывается, это уже документ, который там может... Дело пухнет, пухнет, пухнет. В чем дела? Вот сейчас вот. Сейчас беда, понимаешь, два миллиардера у нас попали, конечно, опять все следствие идет. Магомедов их так жалко, и ужасно. Не жалко тех, кто работал на этих миллиардеров, обеспечил им миллиарды, а жалко этих двух миллиардеров. Потому что все, что не возьмется, это все не выполняется или полностью не выполняется, а денежки заплачены все государственные, как водится. И вроде бы как это все на местах делается. А империя большая у этих миллиардеров. А потом деньги стекаются наверх, и оказывается, собственность у этих двух друзей, жены товарища Дворковича. Ну, Дворкович у нас уже вице-премьер. Тут уже все хорошо. После дела Улюкаева нас тоже это уже не удивляет. Это был министр экономики. Министр экономики, о чем он должен думать? Как вы думаете? У нас он принципиально недорогимый человек? А какой у нас главный принцип? Вы скажите, какой главный принцип в грузовом обществе? В таком я должен подумать. А у вас или о себе, если я умею? Принципиальный человек. Это я принципиальный. Ну, вы слышали, какой у нас сейчас принцип? Принцип приоритета личных интересов. Вам объясняться. Оставьте это в прошлом обществе было. Принцип приоритета государственных интересов. Правильно? За пути. Сейчас у нас приоритет личный. Вот я личный. О ком я должен думать, первое всего? О себе. Вам понравилось. Вот вы стали уже министром. Я чувствую, вы предвкушаете. И вот я стал министром. Это не то, что я вообще ничего не буду делать, что нужно государству. Буду. Но у меня главная задача какая? Обогатиться. Осуществить свои интересы. А это так, дело второтепенное. Между делом, что-нибудь будем решать. А если я преподаватель, у меня главная задача с вами побеседовать, мило, да? Хорошо. А заодно и решить эту проблему. Так? То есть это вот выдвижение принципа приоритета личных интересов приводит к тому, что все чиновники, либо они беспринципные, то есть у нас принцип приоритета личных интересов, они, понимаешь, решают государственные интересы. Нехорошо. Вот есть, я знаю даже человека такой, Мандаров, Денис, министр промышленности и торговли. Вся его деятельность говорит о том, что он все время государственные задачи решает. И хорошо решает. Единственный человек, который занимается экономикой на самом деле, правительностью. То есть даже он и банки обошел, которые кредиты не дают, он создал фонды, из которых под 5% дает промышленности под программу. Вы приходите с программой какого-нибудь производства, если у вас программа толковая, там нужно сделать, построить, создать и так далее, вам дают под 5%. А если вы пойдете в банк, то 7%, 7,25% это ключевая ставка, и 7% коммерческие банки накидывают. А коммерческие банки чем занимаются? Они берут чужие деньги, то есть из центробанка, уплачивают этому центробанку ключевую ставку, а сами дают уже под 15%. И вот вы приходите под 15%, а есть такие производства, которые дают 15% прибыли. Нету таких. Поэтому наши предприятия лишены государственного источника получения финансового для развития производства. Кто-то говорит, а что у нас производство не растет? Как вам оно может расти? Ну нету, денег не дают. Кредит не дают. Раньше давали за границей. А как вы думаете, какая ключевая ставка у американцев? Это вот центробанк американских дает такой процент деньги. Как вы думаете, сколько? Вот мы их критикуем, говорим, они плохие, такие-сякие, но они в чем-то плохие, а в чем-то хорошие. Надо что же видеть с разбором. Правда, есть, наверное, во всем есть что-то позитивное. Полтора процента. Полтора процента кредит. Полтора. А было половина. А в некоторых странах отрицательный процент. А что такое отрицательный? Представьте себе, вот я скажу, возьму поднимать экономику, а вы предприниматель. Вы приходите ко мне, говорите, Михаил Ильич, дайте кредит. Я говорю, а что собираете делать? Мы хотим построить завод. Если вы хотите построить завод, какой завод? Такой, такой, такой. Хорошо, я вам даю. Миллион отдадите, миллиард отдадите 900 миллионов. В чем моя выгода, как представитель государства? Да в том, что вы построите завод, и этот завод обеспечит развитие всей экономики. И он перекроет вот этот десяток миллионов, сотни миллионов, которые я не получил. Какие у меня предприятия? В Дании. В Дании есть, в Писарии есть. А предприятия, а общий уровень, ну скажем, Соединенных Штатов Америки, не маленькая же экономика? Полтора процента. Полтора процента. А у нас, как уже заявила наша голова Центробанка, Набиулина, вот мы больше не намерены опускать. Сейчас 7.25. 7.25 плюс 7, которые добавляют коммерческие банки, и все. 14.5, это немыслимо. Ну где такая прибыль? 14.5 нету. Поэтому зачем у нас берут кредит? Если я намерен получить кредит и деньги не отдать, тогда я иду и беру. Вы знаете, вот Малый театр оперный у нас есть. А художественного руководителя знаете, нет? Вот этот художественного руководителя Малого оперного театра, он раньше бананы привозил из Латинской Америки, предприниматель. И взял 4 миллиарда у Сбербанка в долг. И не отдал. Ну Сбербанк и начал, естественно, как Сбербанк. Требовать возврата. Тогда он пошел в английский суд, и его признали банкротом. Вот если сейчас я у вас по 1000 рублей соберу, раз, два, три, четыре, пять, шесть тысяч. Оп! Сбербанк, Сбербанк, 6 тысяч пойдем в ресторан отсюда. 6 тысяч. И потом я должен выйти на время, потом сделать грустное-грустное лицо. Сказать, вы знаете, я банкротился. Это что значит? То есть я банкротился, что значит? Ты не отдам я больше вам эти деньги, не отдам. Это сейчас на языке экономическом так звучит. Так вот этот товарищ, о котором я говорю, который был директором малооперного театра, и вдобавок стал директором новосибирского театра, значит, он раз и объявился банкротом, я думаю, что он заплатил хорошие деньги адвокатам, так сказать, оформили все, и вот он уже не должен, 4 миллиарда, понимаете, как здорово, хорошо же. Наши твердые люди в наших правоохранительных органах сказали, нам английский суд не закон. У них вообще, у англичан, конституции даже нет. Что вы нам собираетесь тут навязывать? Тогда он пошел в наш суд, в наш суд, тоже нашел таких адвокатов такие, и объявился банкротом. Теперь что у него оказалось? Однокомнатная квартира у него оказалась. И у нее ее описали в порядке возмещения долга в 4 миллиарда, Сибербанк. Сибербанк кипит, когда, согласно закону, он уже не может быть директором малого оперного театра, и вообще директором не может быть государственного какого-то учреждения. Тогда он стал художественным руководителем малого оперного и художественным руководителем Новосибирского театра. И все. Учитесь, как надо делать деньги. А то вы продвигаете, продвигаете эти товары. Вот как тут сразу продвигаете, сразу миллиарды к себе. А вы куда-то продвигаете, к кому-то там, непонятно кому. Видите, как вам демонстрируют. Это живой пример, и это не единственный. Другой пример был такой. У нас в один прекрасный день газета «Коммерсант» сообщила о том, какие банкиры и сколько денег вывели за границу, и уехали туда. Где вы их уже не достанете. А что значит вывели деньги? Чьи они деньги вводят, если я создаю банк? Ну как создают? Откуда-то я первоначальный капитал набрал. Ну, это может быть грабежи, убийства, никто не знает. Сейчас же не надо спрашивать, откуда деньги у меня, да? И вот я набрал 150 миллионов. Это необходимо, чтобы открыть банк. Открыл банк. И дальше я объявляю. Идите, как вам надо? Синяя птица назовем банк. Сдавайте денежки. И вы сдаете. А у меня кредиты самые для вас выгодные. Вы сдаете, и процент высокий. Там у всех 6, а у меня 8, 9. И народ потащил деньги. И натащил денег, то у меня свой капитал сколько был? 130 миллионов. 150. 150. А натащили 200 миллиардов чужих денег. Я эти денежки отправил за границу через банковскую систему. Взял билет и улетел. Счастливый путь вам. Привет. Так вот, максимальную сумму 200 миллиардов. Так вот. Вывез один. Ну, другие поменьше, по 50, по 40. Но это широко распространенная практика. Когда оставляют людей ни с чем. Ну, есть, правда, у нас агентство по страхованию складов. Это агентство в ограниченных пределах компенсирует. Но у кого, так сказать, большие деньги, кто-то хотел на большие деньги получить большой процент, и остался не. Так сказать, во всем страховым полисам, которые, так сказать, ему обеспечили. Так. Ну вот, мы должны понять, что вот то, что происходит в экономике, оно, конечно, воздействует на всю надстройку. И если в экономике церковь господствует принцип приоритета частных интересов, то он господствует им надстройки. Поэтому чем объясняется, что много очень коррупционеров? Этим и объясняется, что они идут туда. А зачем? Ваши интересы осуществлять? Нет. Ваши тоже будут частично осуществлять. Ну, в какой-то мере-то надо же что-то делать. Но главное, что они это сделать, обеспечить приоритет личных. И вот их правоохранительные органы ловят, ловят, ловят. В Китае, там, где переходная экономика, там хуже дело для них, потому что там расстреливают за взяточничество. И расстреляно уже десятки тысяч на страну, в которой, конечно, миллиард 380 миллионов. Это вроде немного, но, в принципе, это очень много. И тем не менее. А почему так? Вот людей даже к расстрелу приговаривают, они все равно берут взятки. Но этому объяснение еще есть и в Капитале, который не Марк сдал, а тот, кого он цитирует, говорит, что когда 3%, он становится капитал оживленным. 10% он готов, так сказать, энергично действовать. А когда 300% прибыли, готов пойти на любое преступление. Люди теряют голову. У нас есть такие случаи, когда человек получил 8 миллиардов. Есть? Полковника Захарченко, не слышали? В сумках. В комнате, здесь квартира вся заставлена этими сумками. Видите, как ездят эти гастарбайтеры с этими сумками? Еще у него миллиард всяких разных ценностей на счетах. И автомобили ценные, и еще жилье. И у него суд забрал. Он обижен, невозможно как. Последние деньги, последние миллиарды забрали у него. Вот он, значит, подает, но думаю, что, наверное, не удастся ему отсудить. Но сейчас идет, пересматривается, вот сейчас и рассматривается его жалоба на этот процесс. А чем он может мотивировать? А тем, что у нас сейчас в нашем обществе, у нас как в обществе, капиталистическое? Разве у нас принято сейчас спрашивать, откуда у меня деньги? Вот принято? Нет. Ну, раз не принято, ну и что, что миллиарды? А почему это вас интересует? Ну, значит, сказать, откуда у меня миллиарды? Я успешный. А вас почему не знаете, почему? Ну, вот видите какие, но хоть вы догадливые, хоть сразу-сразу вы поняли, как надо ответить. И это так здорово объясняет, вроде как у нас был один старт, я побежал сразу и все захватил. А вы где-то вот поскромничали, а сейчас время такое. Надо сразу рвать место и бежать. Вон Рома Абрамович, скромный парень, что-то забрал столько богатств и чувствует себя неплохо. И каждой очередной жене отдает какой-то кусок. На всякий случай придумано теперь что? Брачный договор. Где сказать, что это делить? Ну, как можем делить? Я вот что-то не по сильным трудам делал, а вы просто на меня красиво посмотрели. Вот давайте вам завод и идите в завод, и что там еще? И квартиру там, пятикомнатную. И до свиданицы. Так, а теперь будем с вами дружить. А потом с вами и так далее. Вот Рома уже показывает, как. Как-то я был такой эпизод. В поезде ехали товарищи на свидание Российского комитета рабочих. Они так вот между собой разговаривали, а там молодая женщина наверху. А я бы, говорит, вот вышла за богатого. А я этот товарищ рабочий с нижней скамейки. Говорит, это вы бы вышли за богатого, конечно, но он через четыре года вас бы бросил. И женился бы на молодой. А она ничего возродить уже не может. Потому что, ну, тут другой мир и другие какие-то мирила и другие ценности. Но мы не должны быть в этом вопросе морализаторами. Мы сейчас констатируем с вами в научном плане, что какой базис такая настройка. Если базис построен на частной собственности и на индивидуальном, так сказать, частном богатстве, то вся эта настройка примиряется к этому самому нормам этих хозяев жизни. И это, так сказать, факт. Вы хотите изменить, так сказать, мораль? Ну, так надо тогда менять и саму. Или взгляды? Значит, надо прежде всего менять основу общества. Так, существует не просто теория о том, что социальное бытие определяет общественное сознание, но существует и такое понятие очень крупное. Называется оно общественная экономическая формация, которая берет в единстве общество как определенный социальный организм. Что вот есть экономический базис, это производство, и есть политическая и идеологическая надстройка. Это государство, и это сознание, идеология и так далее. И правовая структура и так далее. Право это что такое, не знаете? Можно я скажу? Право это возведенный в закон воля господствующего класса. Вот класс, он если господствует, то он и, соответственно, оформляет как... То есть свою волю в виде права. Это можно, это нельзя и так далее. И это и делается. А что такое базис? Базис, иногда говорят, что базис это производственные отношения. Если мы так возьмем базис, они получаются такими мертвенными. Мы взяли производственные отношения, а производство же все время меняется. В производстве есть подвижный элемент. Это что такое? Это производительные силы. А производительные силы это люди и средства производства. Работники вооруженных средствами производства. И вот процесс изменения все время происходит в производительных силах. Что бы там ни происходило на верхних этажах вот этого общественного здания, вот здесь, там где идет производство, там все время меняется. И если вот, скажем, наши коллеги, вот я у историков читаю, и у музеологов, они там изучают, там средства производства какие были. Мы сейчас даже с вами не представляем, какие сейчас средства производства, потому что на фабрике и заводах хода нам нету. Почему? Кто там сейчас руководит? Ну, частные какие-то предприятия и стоят частная охрана. Вы что, даже заходите на кого-нибудь, вас не пустят? Или, может, вас пустят, меня не пустят? Может, вас пустят? Не знаю. Вы, наверное, представляете, что мы никакого знакомства с современным производством не имеем. Не потому, что у нас нет желания, мы посмотрим. Ну, может, музей бы сделали, современные техники. Нету. Ну, если вы хотите посмотреть, допустим, военную технику, идите в артиллерийский музей, там прямо на улице стоят баллистические ракеты и, так сказать, средства их доставки. Так? А что происходит на заводах? Это невозможно узнать. В свое время, вот еще до этого 90-х годов, вот мы как преподаватели должны были, если мы преподаватели общественного наука, читать много-много лекций на предприятиях. Ну, я читал примерно в год 500 лекций. 500. То есть я на разных предприятиях был, и на Козинского здесь, и на Севкамбеле, и, само собой, на Балтийском заводе, на Стелепрокатном заводе и так далее. То есть на самых разных, я был на канатной фабрике «Заря», и был в НПО «Боревестник». То есть я на самых разных предприятиях был, и это была норма для нас. И сейчас мы ни на каких предприятиях никогда не бываем, потому что никто нас там не ждет, а тем более мы и не нужны. Там есть производство, святая святых, там делается прибыль, а мы можем получение этой прибыли, возможно, помешать. Поэтому мы там совсем не нужны. Но надо понимать, что показано это производство, не показано, видим мы, не видим, и там идут постоянные изменения. Технический прогресс, он существует, и он неостановим. Средства производства меняются, квалификация людей растет. Это положительная сторона капитализма. У капитализма есть положительная сторона? Есть, он развивает. Некоторые предприятия он разрушает, но все-таки имеются элементы созидания, и технический прогресс идет. И вот этот технический прогресс приводит к тому, что изменяются и производственные отношения. А когда изменяются производственные отношения, может наступить изменение и настройки. А в чем противоречие современного буржуазного общества? В том, что существует противоречие между общественным характером производства, потому что производство для кого делает? Для всех делается. Вот, скажем, в Китае делают продукты на весь мир. Вплоть до каких-то мелких игрушек и безделушек, они сделаны в Китае, разработаны они, может быть, в Америке или в Канаде, и так далее. Или, скажем, американские вычислительные машины производятся в Южной Корее или в том же самом Китае, приводятся сюда. Или наши телефоны, когда разработаны они в России, а изготавливаются в Китае. Почему? А там дешевый труп. И сколько там у них часов в рабочий день, даже об этом и разговора нет. Большое количество часов работают. Работают и работают. Китайские граждане, товарищи. Поэтому идет такое постоянное движение и существует и обостряется противоречие между общественным характером производства и частно-капиталистической формой присвоения. Это противоречие сложилось так, когда? Когда капитализм стал уже переходить в фазу империализма, монополистического капитализма. Поскольку капитализм имеет первую стадию, стадию капитализма свободной конкуренции, когда цены снижаются, вот если у нас свободная конкуренция, и я хочу, чтобы мои товары покупали, а ваши не покупали, что я должен сделать? Понизить цену на свой товар. Я понижаю, а вы хотите меня побороть в конкуренции, свое продать, и вы понижаете цену. И вот мы соревнуемся друг с другом, а что является тормозом для этого? Ну, реальная стоимость этого товара. Мы же себе в убыток не будем работать. Но тем не менее, значит, идет технический прогресс, понижают затраты на производство товаров, соответственно, понижается и цена. А когда мы вступили в этап монополистический, то есть я своих конкурентов разорил, захватил соответствующий сектор, теперь монопольно произвожу товары, что я могу делать? Монопольно повышать цену и получать прибыль. За счет чего? За счет технического прогресса и повышения производительности труда. Затраты труда на единицу продукции падают, плюс монопольная наценка, которую я делаю. Раз я один только продаю это, значит, какую цену я установлю, вам больше некуда пойти, только ко мне. Покупайте у меня. Раньше у них вы могли бы купить, но они уже у меня работают. Только сюда. Поэтому, скажем, вот то же самое ЖКХ. Перед ЖКХ все, так сказать, бессильны. Почему бессильны? А потому что вы ничего не можете делать. Правда, изображают, что кого-то выбирают, управляющие компании. Как вы думаете, хоть было хоть одно законное собрание по выбору управляющих компаний? Ну, придут с листочками. Подпишите, что вы участвовали в собрании. Потом к вам туда пойду. Подпишите. Вот к вам. Хотите, чтобы у вас в дворе детская площадка была? Подпишите. Хотите, чтобы у вас не текло, крыша не текла? Подпишите. Когда вы подписали, я деньги с вас собрал и поехал в Италию. Имею право. Вот я и еду в Италию. И это факт, что вот... Я одно время был кандидатом в депутаты Госдумы, и ходил по домам, а мне жаловались люди, что у них управляющая компания, вот так и действует. Значит, собирают, собирают, потом смотришь, они там месяцами едут на юг, а у вас повышенные... Кто определяет? Вот сейчас говорят, что может быть кто-то будет определять, но никто не говорит, что будет меньше. А что нам говорит главный банкир, Кир, мадам Набиулина, она говорит, что у вас инфляция 4%, это норма. А что значит норма? Это норма, что затраты труда понижаются, или что затраты труда повышаются? Как вы думаете, при росте производительности труда затраты труда должны понижаться на единицу продукции, или повышаться? Ну, если у нас рост, производительность труда, или... Как ты себе представляешь? А? Должно понижаться. Только понижаться. Потому что, ну, представьте себе, количество рабочих у нас не увеличивается, а количество продукции увеличивается, значит, в отведении из-за продукции труда все меньше. А закладывается? Закладывается на уровне Центробанка заведомое повышение на 4%. А если на 4% закладывается, значит, это что означает? Если я 4% имею инфляцию, ваши доходы на сколько процентов упадут реальные в течение года? На сколько? А что вы удивляетесь? На 4% и упадут. Что такое инфляция? Сколько я у вас заберу? Ну, раз на 4% выросли цены, значит, вы на свои деньги купите на 4% меньше продукта. Это будут реальные доходы. А бумажки – это номинальные доходы. Бумажки мы можем напечатать, какие хотите, но реально вы получите, если инфляция 4% на 4% меньше, а то было и 10%. Но зато, если вы будете бороться в соответствии со своими интересами, вы можете бороться за индексацию зарплаты. А что такое индексация? Это возвращение реального дохода на тот уровень, который был год назад, в прошлом году. И вот каждый год у вас снижается все, потом вы боретесь за то, чтобы оно снова выросло на тот уровень. И опять снижается. А кто эти куски вам оплачивает, треугольник, который вам не выплатил, никто не собирается вам оплачивать. Хотя в Трудовом кодексе России в двух статьях, 130-й и 134-й, вы можете убедиться, проверить и ссылаться. Написано, что в 1-й 130-й государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. То есть на ту же зарплату все больше и больше должны продуктов вы получаете. А в 134-й статье так и называется обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. Какой юридический смысл этих законов? Если будете за это бороться с помощью профсоюзов, с помощью коллективных переговоров, коллективных трудовых спортов, ваши требования законны и справедливы. Не все. Никто вам ничего не гарантирует. Но написано, что гарантирует государство. Просто государство надеется, что вы будете за это бороться. Если вы придете сказать, вот имею ли я право сказать, имейте, и все. Как вообще юристы отвечают? Вы приходите ко мне, а я юрист. И спрашиваете, имею ли я право? Имейте, имеете. Даже не стал вас дальше там, слушать. А вы опять спрашиваете, а имею ли я право? Да имеете, имеете. Не как вы даже вы что-то снимаете. А имею ли я право? А могу? Нет, не можете. В чем разница? Право имеешь? Вот у нас, так сказать, проглашение прав. Это тоже характерно для того общества, которое построено на частной собственности. Право проглашается. Ну, а если вам не удалось реализовать это право, значит, вы неуспешный. А если мне удалось, значит, я успешный. Очень просто все объясняется. Дескать, вы, если безработных у нас 4,5% или 5% примерно, вот где-то в этих пределах, это о чем говорит? Это что говорит, что капитан, нас, буржуазеи, не в состоянии посчитать, сколько у нас работников и сколько надо рабочих мест? Думать она не может. Она такая безграмотная, что не может. Нет, она очень грамотная. Если она посчитает, чтобы безработные были, тогда, когда вы вот там будете что-то требовать, то за вами, знаете, еще стоят два человека, готовые работать. Да-да-да, вот стоят за вами и готовы работать на этом же месте вместо вас. Так что вы не особенно тут со своими требованиями выступаете. Поэтому это у Маркса называется резервная армия труда. Резервная армия. Это все в резерве. А эти гири, которые висят на ногах у рабочего класса и не дают возможности ему повысить зарплату. Если он не развернул там как следует борьбу через забастовки и так далее. Вот в понятии общественно-экономической формации это вот общество, взятое как общество на определенной материальной основе и изображается. Есть базис. Вот где-то он, базис представляет производственное отношение и производительные силы. Единство производительных сил и производственных отношений называется способ производства. Способов производства всего пять исторически известных. Это первобытно-общенный коммунизм, рабовладельческий способ производства, феодальный способ производства, буржуазный способ производства и коммунистический способ производства. Можно считать три. Первобытные общинные, основанные на общественной собственности первоначальной, частнособственнические производства, это рабовладение, федализм, капитализм и коммунизм, который построен на основе завоевания и усвоения результатов, достигнутых человечеством в лоне частнособственнических способов производства. И над этим стоит надстройка. Какое производство, такая надстройка. Единственное, что сложности возникают, когда идет переходный период. Как получается, что сначала, что потом. Например, капитализм возникает в недрах феодализма, когда надстройка продолжает существовать как феодальная. Правильно? Так вот было в России. У нас уже капиталистический строй был в деревне уже в 19 веке в конце. А в начале 20 века у нас уже империализм начинался. А власть была в самодержаве и феодалы при власти. Причем феодалы, в буквальном смысле феодалы. Феод – это ведь единица земли. Земельный участок определенного размера. Феод. Вот феодалы у нас были. А уже крепостное право как бы его ликвидировали. Что значит ликвидировали? Но земля осталась у земель владельцев. Поэтому они, вот собственники земли, и держали в руках государственную власть. И что должна была бы сделать буржуазия? Эту землю отдать крестьянам, и пошло бы бурное развитие капитализма, да? А что сделали представители буржуазии? Они ничего не сделали. Они посылали на войну воевать за Дарданеллу. И поскольку они ничего не сделали, то сделали другие люди, большевики. Поэтому крестьяне пошли за большевиками. Если бы поумнее была буржуазия российская, она бы, наверное, сделала это, и за ней бы пошли крестьяне. Крестьянин же, он что думает, он пошел за большевиками, потому что полюбил красные знамена, что ли? Нет, он землю получил. Он получил землю, и мечту свою реализовал о том, чтобы получить землю, и разделили ее на вечное, в вечное обещание. Пользовали по едокам, чтобы ее разделить. И декрет о земле обеспечил единство крестьянства с рабочим классом. И поэтому он обеспечил превосходство. И никакой гражданской войной невозможно было разорвать по этому отношению. Поэтому, когда мы объясняем какие-нибудь события, мы должны исходить из того, что в экономике происходит. Если в экономике сложился союз рабочего класса и крестьянства, значит, он и в политике сложился. И, соответственно, хотя и набирали крестьян в белую армию, в том числе и принудительно. Вот пришли в вашу деревню белые. Так, пойдете в белую армию? Кто не пойдет, того к сеночке. Пойдете в белую армию? Не пойдете к сеночке ее, пожалуйста, отведите там. А потом пришли в красную, в вашу деревню. Пойдете в красную армию? Да вы же, наверное, понимаете, добровольческие армии не прошли перед тем, как делать. Все это... Время добровольческих армий закончилось после революции. Сколько там мобилизовывать надо было? Вот в вашу деревню пришли красные. Так, так идете в красную армию? Не идете. Сомневайтесь, тогда вот вам уже объясняли. И вот так получилось, что одни в красные, другие в белые. Они, может быть, из соседних деревень. Ну, это все описано в литературе, у Шолоха. Вот это мы все знаем. Это очень сложная такая была ситуация. Но поскольку, безусловно, поскольку христиане получили от новой власти землю, то исход гражданской войны предопределен. Это раз. Во-вторых, кто изначально начинал гражданскую войну? Вот если я победил, зачем мне гражданская война? Я победил, все, уже у меня власть. А вы проиграли. Вы начинаете тогда. Вот. Поэтому, понятно, что это было и начиналось. Да, Валерий Александрович, вы внизу? На первой. На первой линии. Да, я сейчас буду спускаться вниз. Хорошо. Ну, давайте, да. Значит, теперь, значит, дорогие товарищи, вы в курсе делали, что наш курс не такой длинный, как могло бы показаться? Даже наоборот. Я очень благодарен, что вы с вниманием относитесь к нему, уважением. Вот. Но, как всегда, все ограничено. Поэтому мы с вами должны, я так понимаю, 16-го числа лекция завершить. Потом будет лишний период для вашей подготовки к экзамену. Потому что экзамен наверняка, по сложившейся в университете традиции, не так, что вот вы закончили и сейчас бы сдали. Нет, это вот, когда будет хорошая погода, то вы вместо того, чтобы лежать на пляже, то, сказать, придете сюда и будете сдавать экзамен. Ну, вот это реальность нашей жизни. Вот. Теперь, что могу я по этому поводу сказать? Мы на эту тему еще поговорим, что нужно для подготовки к экзаменам и как готовиться. Значит, ну, в том числе, лекции, которые читаются, читаются они только вам. Значит, я вот в этом году читаю лекции А, конфликтологам. Конфликтологам в институте философии. Раз. Во-вторых, я читаю музеологам, историкам. Два. Они записываются, и много уже вывешено лекций. Третье. Я читаю историкам. Большой курс, больше, чем вам. Вот. И всем историкам первого курса исторического. И института истории. Ну, и журналистам тоже самое. То есть у нас есть, и есть за прошлые годы записи лекций, так что вы можете лекции посмотреть. Кроме того, у нас есть две книги мои висят, которые одна называется «Лекция по философии и истории». Это читалось для пятого курса. И да, но, но, товарищи на пятом курсе историки туда записывались, потому что им это было интересно и полезно. Вот, поскольку у этого курса уже нету, курса нету, поэтому, несмотря на то, что это было полезно и интересно, бакалавры – это люди, которых отняли пятый год. Так у вас не отняли, потому что вы не отдали. Вы вот сейчас очно-заочно не отдали, у нас уже нет очно-заочного, нету, все. У нас были заочные, вечерние, это же было хорошо, можно было заняться. А вы-то держите это где-то крепко. Вот, и второе, есть книга наиболее близко вот к этому курсу, по структуре даже, которая называется «Социальный диалектик». Все это расположено на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». Открывайте, можете читать, смотреть. Ну вот, кроме того, по этим всяким философским темам у меня было немало выступлений на сайте опер.ру Гоблина Пучкова. Тоже можете смотреть под всяким разным проблемам философским. Там много было как раз по диалектике, по противоречиям и так далее. То есть есть почему готовиться, ну и никто вам не запрещает готовиться и по другим источникам, которые есть, там литература указана. А мы еще на эту тему поговорим, когда завершим. Значит, у нас осталось еще, какое? Девятое и шестнадцатые. Два занятия. Пожалуйста, спасибо большое. А? Спасибо вам большое. Пожалуйста. Желаю вам успеха в подготовке. Спасибо. 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 Продолжение следует...